Итак, здравствуйте, мы продолжаем. Для вас, конечно, мало времени прошло, но у меня почему-то не записалось следующее время, так сказать. Да, замедлим. И здесь, как я делал в прошлый раз, в прошлой попытке записи, которая почему-то отсутствует здесь. Ах, да. Вот это вот должно назад улететь, чертям собачьим. Да, вот как я делал в прошлой записи, я просто захватил эти электростанции долбаные. И после того, как я их захвачу, все естественно, мы выполним задание, но это само собой разумеющийся, и потом телепортнемся назад. только не ганшип, иди назад, лети назад. Лети, лети, мой паука. Что мы можем сделать? Ну, я проходил там вообще, ну, эту миссию. Специфически. Но сейчас я ее не буду специфически проходить. Да, вот наш юнит, вот этот, он невидимый для противника. А когда он находится в прямой видимости, то он видится как неопознанный наземный юнит. То есть он не распознается как БМК ни в каком случае. И когда на него это, то есть его ты можешь как бы видеть, где он находится. Потому что, ну, эти летучие мышки летают, ну, летучие дроны. Ну, в общем, в предыдущем прохождении за Элон я показывал командующего Хекс пятого, который был с таким апгрейдом. Это очень и очень хороший апгрейд. Итак, да, кто тут еще вышел, кто-то, да, замечательно. И я не знаю, что ему делать. Да, этих делаем. Этих перестаем била. Атакуйте, пока есть возможность. Атакуйте командующий. Атакуйте. Атакуй большой мой куй. Металлист, атакуй. Нафиг. Не то получишь конфетку. Пирожок с полки возьмешь, не то ли. Да, пусть строит и этот жуков. Нам материи хватит, я думаю. И вот теперь Эонская Барона работает на нас. Вот такая вот красивая. Конечно же, у нас пушечки тоже красивые. Довольно. Особенно мне щиты нравятся кибранские. Ну, они выглядят красиво, но, по сути, они не выгодны. Оно всегда так. Что красивее всего, то и не выгоднее всего. С кибранами тоже так. Ну, хотя, как сказать. Маскировка – это очень хорошая вещь. То есть, вот эта вот штучка, она защищает нас от САУ-противника. Они не могут навестись, так как не видят вот этих вот точечек. Видите, вот. Они не видят вот таких вот точечек, даже если у них есть радар. Но весь радар, кроме Омни-сенсора. И прикол в том, что вот у нас уровня 2 радиолокационная система. Но нам нужен уровня 3. То есть, появляется такая красная черта, помимо голубой. Голубая она вообще здесь не будет видна, так как карта слишком маленькая. А красная появляется... Ой, мы на какой маленькой скорости. Замечательно просто. Итак, появляется красная черта. И в этой красной черте мы можем видеть скрытые от радара юниты. Но, естественно, не в полной невидимости, как этот наш юнит где-то он был. В общем, не важно, по-моему, вот этот или нет. Да, вот этот. То есть, вот этого юнита мы даже с Омни-сенсором не сможем... Сможем увидеть только тот квадратик. То есть, будет вот такой вот квадратик, как вот этот вот движется. Будет написано «Утилизация». И, в принципе, на него можно навести артиллерию там. Но это не то, что нам нужно. Мы не сможем его выделить, например, если он на базе стоит у противника. И база не разведана. Ну, она, как сказать, радаром разведана. Вот этим Омни. В общем, командеру так же этот апгрейд пригодится. На картах, где никак по-другому спрятаться нельзя. Кибраны, они всегда прячутся. Это их... Это их путь, ниндзя. Да, именно так. Это... Они следуют пути настоящей вашей ноби. Вот у нас есть жуканы, пауканы. И я думаю, что мы поступим вот как. Именно так. Мы вынесем базу противника одним командующим. Не считайте, что это невозможно. Это вполне возможно. Особенно командующим Кибран. У нас же есть перегрузка. И есть другая очень крутая. Мы еще и можем захватить противника что-нибудь. Да, вот сейчас он вынесет всю жизнеспособную силу противника. И потом захватит один из заводов. Захватишь один из заводов? Ммм, похоже захватит. А пока пусть прилетит жучок нам на фумы. Как видим, в принципе-то не атакуются никто, наши войска. Да, и теперь мы можем играть за Иона. Вот тут рабочие ходят, но нам плевать, нам на все плевать. И сразу же поставим точку сбора сюда. Командер, как мы видим, так как он кота уровня, он очень неплохо регенится. И в принципе нам жук уже не нужен. То есть Командер, он лучше жука. Малыш, но я ведь лучше этого жука. Как-то он задом стреляет, странно. Тем не менее, красавец. Кто там говорил о Командоре Смерти? Зачем ставить моды, если можно и так это проделать? Ну, не все, конечно. Ядерку ты с него не запустишь, что же. Уничтожай! Ради Кибран! Я Железный Человек! У меня есть пупика какая-то хрень красная. Я Человек, Командер Паукан. Паукан и Командер. Я красавец. О! Замечательно. Блин, жаль у него текстурки не очень. Вот текстурки так давно. Мы в принципе можем сейчас играть за Элонов. Тут даже шаблоны сохранились, как мы видим с компанией за Элонов. Пушечка окруженная. Дерьмом всяким. Построим заводик. Но мы не будем играть за Элонов. У нас 1.22 и мне нужно побыстрее закончить миссию. Поэтому в принципе мы подтанемся обратно под воду. Вот сюда. Отличная работа, командующий. Мы уже телепортируемся потихонечку. Да. Далее говорит, что троих верных держат в тюрьме к востоку от вас. Сначала вам нужно будет пробиться через этот перевал. Весь район окружен силами противника, так что будьте готовы к ожесточенному сопротивлению. Дальше ситуация будет только ухудшаться. Нужно учесть, что противник расположил оборонительные укрепления в дальней части перевала. В этой тюрьме находится трое верных. Если кии до них доберется, у нас будут большие неприятности. Захватите тюрьму и освободите верных. А наш командор свалил. Вот так вот. Наш ком уже убил 208 юнитов. Чем вам не экспериментал? Ну, здесь, конечно же, все сейчас разрушат, но нам это уже и не нужно. Да, вот и завод у нас отняли. Но мы строим новые ионские. Вот так вот можно в этой миссии играть за ионов. Ну, что еще я могу сказать? В принципе, да, все строится. Все нормально, все окей. Все чики-пуки. Здесь арта мочит наших врагов. Здесь паукан, но где паукан? Он же был здесь где-то. Сейчас посмотрим. Ты ведь паукан залез на гору. Я, конечно, слышал о таком. Но как ты сюда попал? Дитя мое, как ты сюда залез? И что важнее, сможешь ли ты вылезти отсюда? Вот блин, внедорожник. Твои дни зачтены. Мои дни зачтены? Хорошо зачтены. Да, и здесь на самом-то деле задача стоит только в том, чтобы как можно быстрее все это сделать. Восьми ганшипов нам вполне хватит для всей лицей. Поэтому я ускорю. Отправляем вам чертежи мобильной бомбы огнецветка. Достаточно просто вывести ее на позицию и осуществить детонацию. Конец связи. Да, у нас эту бомбу огнецветка не сравнится с мощью Серафим. Где эта бомба? Где бомба, я же спрашиваю. У вас нет никаких шансов победить Серафим. Короче, если эту бомбу не применишь до конца этого этапа миссии, то потом ее не забыть применять. Ну, в общем, это не важно. Мне плевать на родственные угли. Мне главное побольше жуканов. Жуканов-пауканов. Вот они уже прокачаны. Одного мы потеряли. Да, и вот еще что. Командер этих... Кибран, он особенный командер. То есть, если все остальные командеры, они танки, то это дамагер. Он не очень-то крут по дефу, но он довольно крут по атаке. Благодаря, опять же, апгрейдам. Вот торпедный аппарат. Можно водную атаку получить. А, это наша. Это я уж думал. Также можно получить... Радиус действия, в общем, дальнобойность увеличить.